Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Мураджин Кёзов. Сегодня День Героев Отечества. В Республиканской филармонии прошло мероприятие, посвященное этой дате. В России День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Карачаева-Черкесия по традиции встречает праздник одной из первых. Региональное Министерство по делам молодежи выступило организатором торжественного мероприятия, которое прошло в Республиканской филармонии. В течение года министерством организовывается и проводится огромное количество патриотических мероприятий. Это различные форумы, конкурсы и так далее. Сегодня, скажем, такое итоговое мероприятие, в котором предусмотрена и церемония награждения всех тех, кто отличился на предыдущих мероприятиях. Но особо мы сегодня хотим выделить не самих участников, а самих участников мы уже ранее награждали. Сегодня мы хотим наградить их наставников, которые действительно проводят огромную, колоссальную работу. Результаты этой работы репортеры Вести неоднократно снимали на самых разных площадках Карачаева-Черкесии. Будь то Аллея Славы или Центр военно-патриотического воспитания. Зорница на базе военкомата или оказание волонтерской помощи ветеранам на дому. Для нас герои – это люди, которые вносят вклад в развитие нашей страны, помогают, защищают родину, помогают на передовой. Также мы храним память о героях Отечества. Мы, как воспитанники штаба поста, помогаем нашим ветеранам, помогаем им по каким-то домашним делам. О любой их просьбе всегда отзываемся, приезжаем, помогаем. Патриотическая работа в образовательных учреждениях проводится регулярно. Участие в военно-спортивных играх и мероприятиях, посвященных памятным датам. Знание истории Родины и посильная помощь тем, кто десятилетиями вносил свою лепту в величие страны. Все это является частью разностороннего развития подрастающего поколения, которое помнит и чтит героев Отечества. Артур Мхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. В МВД по Карачаево-Черкесии прошел брифинг о результатах деятельности ведомства по противодействию коррупции. Это направление является одним из приоритетных для всей системы правоохранительных органов. В ходе брифинга сотрудники МВД рассказали представителям СМИ республики о выявленных преступлениях коррупционной направленности. Работники полиции отмечают, что сегодня коррупция является одной из угроз безопасности государства и негативно отражается как на имидже региона, так и страны в целом. Помимо этого, Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесии проанализировало практику принятия мер поощрения к сотрудникам подразделений госавтоинспекции, подавших уведомления о склонении к коррупционному правонарушению. В текущем году на территории Карачаево-Черкесской республики сотрудниками полиции выявлено 140 преступлений коррупционной направленности, 46 из которых совершены в крупных и особо крупных размерах. Производство предварительного расследования окончено по 86 уголовным делам из числа находившихся в производстве. Установлена причастность к совершению данных преступления 11 лиц. В суд с обвинительным заключением направлено 115 уголовных дел. Общая сумма причиненного материального ущерба от преступления коррупционной направленности составила 61 миллион 755 тысяч рублей. Судебные приставы Карачаева-Черкесии напоминают жителям региона о необходимости заблаговременно погасить долги. В противном случае некоторые предновогодние планы отдыхающих могут оказаться под запретом. Подробности в репортаже Артура Мхце. Осталось не так много времени до начала новогодних праздников. И кто-то наверняка решит отметить их за пределами России. Одним из препятствий к осуществлению планов могут стать судебные приставы. Точнее, несвоевременное погашение долгов. Чтобы праздники не были омрачены вынужденной остановкой на полпути к цели, специалисты ведомства напоминают о необходимости заблаговременно исполнять взятые на себя обязательства. Проверить наличие задолженности можно несколькими способами. Первый, самый удобный, это в личном кабинете единого портала государственных услуг. Там также функционирует сервис, который позволяет людям узнать, имеется ли в отношении них действующее ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Там же, на портале госуслуг, можно оплатить задолженность. Эта задолженность поступает, оплата поступает на депозитные счета структурных подразделений. Естественно, ограничение права выезда отменяется только после полного погашения задолженности. С сентября 2021 года все процессуальные действия судебных приставов отражаются в личном кабинете единого портала госуслуги, что очень удобно. В электронном сервисе Федеральной службы есть раздел «Интернет-приемная». Через него в электронном виде можно подать жалобу, ходатайство, благодарность. Также имеется сервис «Запись на прием к судебному приставу» или иному должностному лицу, что исключает возможность нахождения в очереди. Очень часто бывает такая ситуация, когда люди оплачивают свою задолженность взыскателям напрямую, и при этом прослеживается то, что взыскания все равно продолжаются. То есть оплатили задолженность взыскателю, судебный пристав об этом не знает, продолжает взыскать денежные средства со счетов, с доходом. Поэтому мы рекомендуем задолженность погашать непосредственно в службе судебных приставов. Опять-таки можно воспользоваться сайтом ФССП в разделе «Узнать о своих долгах». Поэтому судебные приставы еще раз напоминают, чтобы отдых жителей Карачаево-Черкесии в период новогодних праздников не был омрачен неприятными сюрпризами и проблемами, о погашении долгов необходимо позаботиться заранее. Артур Мухце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Праздник октябрятской звездочки прошел в специальной коррекционной школе Черкесска. В ходе торжественной церемонии члены регионального отделения КПРФ приняли в октябрята самых достойных и лучших ребят. Подробности у Али Баташева. Правдивые и смелые, ловкие и умелые. В СССР октябрятами считались школьники первых и третьих классов, являющиеся членами добровольного объединения при пионерской дружине. Партия КПРФ сохранила эту традицию и в настоящее время продолжает принимать желающих стать октябрёнком. И с гордостью носить звёздочку с изображением вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. На викторине ребята показали хорошее знание о своей стране, её государственных символах, основных профессиях, правах и обязанностях октябрят. Затем настал самый торжественный момент. Вступая в ряды октября, перед своими товарищами торжественно обещаем быть верными наследниками пионерских традиций. Обещаем! Ребята пообещали хорошо учиться и иметь прилежное поведение. По традиции октябрятские звёздочки детям пристегнули их старшие товарищи – пионеры. На флэш-мобе «Вместе весело шагать» Полина Чекунова гордо маршировала со сверстниками, а затем спела песню про солнечный круг. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Со вступлением в октябрята ребят поздравили высокие гости. Вы сегодня в своей жизни сделали самый главный шаг. Стали октябрятом. И самая главная ваша задача – это учиться, учиться, ещё раз учиться. Вы большие молодцы. Почему ты решила стать октябрёнком? Потому что я хочу всем помочь, и всем помочь писать и читать. В конце торжественной церемонии состоялось награждение преподавателей специальной коррекционной школы Черкеска. А каждый октябрёнок получил памятный подарок. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. На этой неделе православная церковь отмечала День памяти святого Александра Невского. В Никольский собор Черкеска привезли икону святого боговерного князя. Образ святого Александра Невского написал иконописец из Краснодара Владимир Бутов. Икона описалась в течение двух лет на средства прихожан Никольского собора Черкеска. После прибытия иконы из Краснодара её занесли в храм и осветили. Перед иконой был отслужен молебен. Святой благоверный князь Александр Невский прославился защитой Руси от врагов и считается небесным покровителем воинов, государственных деятелей и всего русского народа. Дни его памяти отмечаются православной церковью 12 сентября и 6 декабря. «Хотелось бы в первую очередь помолиться о наших воинах, которые совершают сегодня подвиг в зоне специальной военной операции. Попросить перед образом благоверного князя, чтобы они вернулись живыми. Попросить о нашей победе. Поддержать матерей, жен, детей этих солдат. И будем уповать и надеяться, что образ станет местом притяжения и для молодёжи, которая должна брать подвиг с таких людей, как благоверный великий князь Александр Невский». Сегодня в зоне СВО очень много наших ребят отсюда с Карачаево-Черкеси. Я думаю, что та икона, которая была написана и пришла сегодня к нам в храм, она будет защищать. И я думаю, что благодаря этому мы сможем всё-таки объединиться, ещё раз поднять это всё и решить сказать нашим ребятам, вы возвращайтесь живыми. А всё, что можно, мы сделаем здесь и поможем вам, как только можем. На этом субботний выпуск «Вестей» подошёл к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»